Основной упор сделан на создание диверсифицированной экономики и в первую очередь на поддержку малого и среднего бизнеса, который, по мнению экспертов, должен стать одним из экономических драйверов региона. Обсуждается предоставление налоговых каникул, возможность которых предоставлена федеральным законодательством. Это активно тоже обсуждается. Ну и вообще мы считаем, что малый и средний бизнес, развитие этого сектора экономики, в этом, собственно говоря, залог успеха и дальнейшего развития экономики Кубани. Отдельным пунктом в краевом антикризисном плане стоит сектор сельского хозяйства, где в первую очередь силы пустят на импортозамещение. Для стимулирования крупных и мелких аграрных предприятий в этом году выделено почти 5 миллиардов рублей, из которых полмиллиарда дадут овощеводам и садоводам. Субсидии в первую очередь пойдут на строительство фрукта и овощехранилищ и закладку новых садов. Мы должны в сельском хозяйстве заместить то, что нам сейчас не поступает извне. А заместить это что? Это, собственно говоря, фрукты и овощи. Это в первую очередь. Поэтому, естественно, губернаторам было принято решение, что точечно ударить именно в этом направлении, чтобы в этом сезоне, в текущем сезоне 2015 года, мы уже не испытывали определенный дефицит, когда у нас прекратилась поставка польского яблока, чтобы мы свое кубанское яблоко производили и потребляли на внутрирегиональном рынке. В условиях экономического и политического давления на Россию, на Кубани все равно не будут сворачивать и программу поддержки промышленникам. Урезать финансирование тоже не планируют, заявили в Министерстве промышленности. В крае будут построены пять индустриальных парков. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, одной из главных задач остается привлечение инвесторов на Кубань, в том числе и за счет создания удобной логистики. Мы знаем и транспортные пути, и морские пути. Они открывают большие перспективы для предприятий, которые собираются работать не только на территории нашей страны, реализовывать свою продукцию, но и также работать, экспортировать продукцию свою за рубеж. По поручению губернатора Александра Ткачева, кроме регионального плана развития своей проекты, разработают и в каждом районе Краснодарского края с учетом местной специфики.